В последние десятилетия правительством нашей страны предпринимаются большие усилия для расширения экспортного рынка. Россия уже не сидит, как прежде, на нефтяной и энергетической игле. Этот вид экспорта составляет лишь 60%. Сократить нефтяной и газовый экспорт на 20% и увеличить продажу другого товара на международных рынках – это стратегическая задача, которая включена в национальные проекты на ближайшие 6 лет. Мы прошли определенный этап и достигли определенных успехов, но сейчас важно посмотреть перед новым этапом решения этой сложной задачи, какие есть проблемы у наших экспортеров и насколько адекватны те методы решения этих проблем, которые предлагает правительство на сегодняшний день. Ответы на многие вопросы можно получить с помощью переговоров с представителями торговли, транспортной отрасли и профильными структурами, отвечающими за продвижение товаров. Именно этим и занимается Общероссийский народный фронт. По результатам диалогов у экспортеров были выявлены проблемы в получении и согласовании документов, валютном регулировании и информационной поддержке. Большую роль в развитии экспорта играет Краснодарский край, где хорошо развито сельское хозяйство. Тем не менее, пока российские производители не могут предложить большой ассортимент товаров. Например, за границу хорошо идет зерно, а до муки пока дело не дошло, поэтому необходимо уделить внимание перерабатывающей промышленности. Активное участие в обсуждении этих вопросов приняли представители сочинского парламента, председатель городского собрания Сочи Виктор Филонов, члены территориальных групп и профильных комитетов. Совещание прошло по инициативе депутата городского собрания Сочи, члена регионального штаба ОНФ Юрия Немцева. Наши шаги должны быть только вперед. На то, чтобы российский торговый знак стал синонимом качества, и знак качества сделан в России, конечно же, чтобы наш народ мог гордиться этим знаком. Производители, как отметили на совещании, должны уходить от использования иностранных торговых марок и выступать на мировом рынке под российским знаком качества, тем более, что отечественные товары действительно качественные и востребованы на внутреннем рынке. Татьяна Говоркова, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ.